рада приветствовать всех на своем канале я начинаю серию новогодних игрушек и сегодня наше видео посвящено игрушки от ларкис и это я уже рассказывал про эти игрушки это чудесный материал у ларкис их много мне достался в подарок вот такой я сейчас загляну внутрь что здесь находится и поделюсь с вами вот так все это выглядит приколота на картонке ткань и здесь инструкция по пришиванию бусин ну и сами бусины конечно красивый металлик под жемчуг разного размера 4070 2 скорее всего и очень красивые шарики очень красивый будем смотреть что у нас получится хочется снять небольшое промежуточное видео потому что дело двигается к завершению не хватило мне зеленого бисера на вот этот вот ежик ну бисеринок наверно 1 грамм но не 100 но 60 точно не хватило до с большой дрожью смотрите сколько осталось шариков но и тут у меня в общем то немного я даже примерно прикинула посчитала должно хватить но уже знаете когда чего-то не хватило начинаешь волноваться но то что этого положено впритык это однозначно хотела показать вам значки так вроде все понятно вышивается все очень удобно единственная такая странная кучность я хочу вам показать изнанку посмотрите как выглядит изнанка собственно перетяжки они и безусловно есть не знаю видно вам и даже история здесь конечно же вот они избит перетяжки но мне кажется все равно все очень достойно я ожидал что сзади будет хуже да при такой кучности но я уже вижу какой потрясающе интересный результат получается так вот так сделала вот мне кажется так лучше свет может быть красивый результат на шарик конечно смотреть одно удовольствие и естественно буду пробовать его оформлять вместе с вами возможно может быть оформлю сама я покажу готовый результат посмотрю еще не приняла решение потому что сомнения по оформлению конечно же есть бисер в принципе весь ровненький бусинки хорошенькие не знаю что у меня вот тут не очень ровненько бусинки хорошие какие-то знаете не не вот не в хлам китайский как бывает знаете кривые непроходимы все бусинки идеально проходят дырочка в общем брака нет вообще просто от слова совсем посмотрим что получится осталось буквально щелчок пальцев и все будет для вас готова ну и для меня практически тоже ну все дошила не хватило три шарика размером 4 миллиметра ну благо у меня хороший запас несколько шариков осталось у меня но сложно наверно рассчитать да в таком хаосе до пришив пришивая в общем-то один сплошной хаос до влево вправо шаг благо они все кругленькие имеют одну форму как бы ты их не пришил они будут лежать так как им нужно собственно говоря надо же вот эти два шарика серебряные между собой образует такой блик как будто они склеились но не важно красивый одуванчик такой прям объемный живой мне очень нравится пошла думать над оформлением ну и собственно теперь к самому оформлению что нам понадобится я уже вырезала шаблон как я это сделал вообще трудно сказать у меня картон гофра потому что большого пивного картон у меня нет есть маленький пивной картон как он выглядит это вот такое толстенькая да что-то очень плотная я вырезала по форме только единственная сократила длину на один сантиметр но может быть меньше миллиметров на 8 потому что мне нужно было не нужно был такой слишком прямоугольник и я могла себе позволить здесь лишний воздух отрезать мне понадобится какая-то тесьма ткани ткани красивые ткани я подбирала вот этот вам передается некорректно он вам передается темным таким он скорее такой посветлей ладно неважно оказалось что у меня дома нет зеленой ткани с серебром вся ткань с золотом а у меня здесь как вы видите много серебра вот я пошла купила и в тканях для петчворка и вот такая красивая тоже вам немножко некорректно передается с глиттером но она ближе вот к этой основе естественно я буду пробовать и так и эдак потому что ну не знаю на чем лучше вроде бы на зеленом перебор будет но если будет оттенять серебряный какой-нибудь шнурок то может быть будет и ничего в общем все будет рождаться в процессе оформления почему я всегда себе даю два варианта два три варианта почему потому что в перспективе увидеть очень сложно предположить можно но увидите досконально да как лучше невозможно поэтому когда я натяну на картон вот эту основу а натягивать я ее буду привычным способом ниточками я уже приготовила себе все-таки подложку синтепон но такой вот знаете толстый у меня есть синтепон натяну ниточками и потом буду оформлять уже заднюю часть вы поняли да это будет такой двойной пинкип вот такую форму необычную я вырезала в смысле нарисовала где-то увидела не то какое-то зеркало не только в общем у меня тут куча карандашей ножниц сейчас буду вырезать посмотрю к сожалению не очень люблю работать с гофрокартоном потому что он теряет форму но тем не менее наверное придется придется что делать недавних своих видео где я оформляла новогоднюю игрушку я вам показывала как я делаю натяжку но думаю может быть повторить имеет смысл еще раз потому что равно остаются вопросы мне часто пишут и поскольку я делаю пинкип пухленький негладкий смотрите здесь у меня синтепон я его зафиксировала обычным клеем на картоне отмерила ниточку я прям посчитала какой длины мне нужно в две нити нить у меня достаточно толстая иначе она рвется в одну полиарт 60 то есть если у вас есть сороковка вообще хорошо в две нити я натягиваю потому что в одну нить это жидкая ну все-таки прикладываю усилия сначала я слабенькая сразу не натягиваю продеваю ниточки и потом по одной подтягиваю и пальчиком вот так вот так подтягиваю да вот так и пальцем фиксирую второй руки получается вот так у меня это аккуратно выглядит и натяжка не барабанная то есть все мягенько ну просто я рассчитала думаю есть у меня будет видно в этот зеленый край я вот еще немножко могу вот так подтянуть здесь я могу разгуляться больше потому что у меня загибается больше и сейчас я натяну и покажу что буду делать дальше скорее всего мне придется вот этот картон зафиксировать еще обычным ученическим картоном во первых мне нужен белый цвет а во вторых у меня не было полноценного куска картона и у меня видите такой небольшой сгиб но и потом он некрасивый да в любом случае мне надо что-то с этим делать вот это я боюсь проступить на ткани поэтому буду сейчас проклеивать с одной стороны белым картоном и так вот зеленая ткань просто сложена в четыре раза я положил на нее уже натянутую заготовку и проложила серебряный шнур и мы теперь видим хорошо что у нас выглядит прямо скажем не очень да то есть потерялась эта работа на зеленом фоне пробуем другую ткань и так на этой ткани безусловно мне нравится больше конечно она подходит идеально под вот этот шарик здесь серебро меня смущает вот этот момент вот этот шнур он потерялся хотя может быть так надо я попробую конечно же еще другие шнуры я попробую другие тесьмы тесьму другую правильно сказать да может быть даже пупырышки у меня есть и зеленые и белые в общем все попробую по прикладываю как я поступаю я беру кладу делаю фотографии научила меня знаете у кого-то подсмотрела у юли уютное хобби по моему называется канал она всегда прикладывает фотографирует и потом рассматривает фотографии действительно это значительно объективнее да мы можем сравнить листая туда-сюда эти фотографии и я теперь использую этот прием все время и вам советую если вы вдруг мучаетесь у вас мучают под муки подбора да ну не важно в общем я сейчас буду думать и буду показывать вам как буду действовать дальше ну и если интересно стык я склеила картон моя картонка сразу немного приобрела вот такой вот лодочки форму ну наверное я посмотрю я может быть от клея может быть то что намокла да но зато я зафиксировала видите теперь вот это будет изнанка сюда будет наклеиваться ткань сейчас я аккуратно вырежу потому что ткань должна лечь на белое что же я принесла я принесла вот такие пампушки я принесла жемчуг я заметила у меня есть жемчуг который лежал без пакета и жемчуг который лежал в пакете вы видите какая разница как жемчуг пожелтел конечно его можно использовать где-то в кремовых работах но мне это не нравится пожелтел я взяла вот такой шнур вот такой шнур бело-золотой я даже взяла вот такую штуку конечно это ну совсем не то ну на всякий случай посмотреть как было бы с валанчиком да у меня есть вот такое потрясающее кружево я его очень люблю я его уже использовала его немного посмотрю как смотрятся зубчики от него я взяла просто серебряный шнур такой 5 миллиметров наверное 6 в диаметре большой даже взяла вот такую вот штуку но сейчас вам в камеру передается совсем голубой но он не голубой он такой мятно зеленый не прикладывала еще не знаю как будет выглядеть взяла пампушечки зелененькие и для наружного края отделки я взяла вот такой шнур до перламутровый и и и вот такой зеленый 3 миллиметра вот такой он очень тонкий это я буду по самому краю отделку прокладывать в общем буду смотреть колдовать и вам выдам готовый результат ну или во всяком случае мысли по готовому результату так сейчас я буду этот обклеивать тканью этот картон поскольку это у меня уже готово мы окончательную примерку делаем смотрите все ли нас устраивает не велики ли размеры смотрим как это будет выглядеть да ни много ни мало может быть имело смысл поуже сделать у меня вот здесь чтобы вы понимали да вот здесь расстояние было до того как я стала вырезать четыре с половиной сантиметра 4 3 даже вот со всех сторон потом мне конечно надо будет середину идеально вымерять но я думаю что это уже вопрос другой теперь смотрите обычно я работаю с тканью ну вот здесь у меня законченный вариант момент кристалл использую поскольку момент кристалл у меня во первых мало во вторых он дорогой сейчас стал невероятно и у него укрываемость не очень хорошая мне придется заклеивать большую площадь я буду пользоваться обычным клеем эрик краузе потому что у него широкий валик и я прокрашу полностью всю площадь что я делаю я погладила кусочек ткани который я его просто наложила приложила нужную свою картонку обрисовала ручкой которая исчезает от горячего да пиши стирай обрисовала но скорректировала рисунок где мне красиво как будет лежать и обрисовала у меня здесь лишняя срежется сейчас я намажу картон клеем и аккуратно его положу вот в эту рамку да начерченную и загибать буду потом надсекать вот так вот надсекать и заклеивать но вот тут как раз мне понадобится клей момент кристалл потому что он лучше держит вот эти концы чем вот этот клей мне сейчас главное очень ровно уложить ткань да вот как обои мы заклеиваем примерно я сделаю то же самое хочется показать вам поподробнее я уже заклеила одну часть и пользуюсь все таки этим клеем ткань тонкая очень хорошо фиксируется обычным клеем это гораздо бюджетнее для рукодельницы в некоторых случаях смотрите я надсекаю ну во первых я так примерно по форме вырезала ткань я надсекаю посмотрите не доходя до края потому что у меня картон имеет толщину да вот вот видите вот так чтобы мы закрывали вот этот боковой картон и в случае если нам не захочется его ничем украсить то мы вполне можем обойтись без этого украшения да если у нас будет очень аккуратно обработан край промазываю просто клеем но вот вы заметили дальше вот у меня клеится все и аккуратно заклеиваю на эту сторону в принципе получается достаточно ровненько но там посмотрим ну и хочу вместе с вами попробовать по подбирать вот эти пупырышки да ну допустим я начала с пупырышек сейчас я попробую не пупырышки тесьму шнуры в общем-то интересно смотрится именно с зеленым цветом белый конечно сюда не подходит еще раз пробую серебро в общем-то и его тоже не стоит отметать до сделала и соответствующие фотографии серебро кстати очень смотрится нежно если учесть что я хочу на крае вот этот шнур еще использовать если получится белый серебром то возможно это и оправдано сейчас буду смотреть и вот так смотрится серебряный шнур очень неплохо кстати смотрится смотрите кружево выглядит в общем-то неплохо очень нежно но но во первых сразу потерялась во вторых она имеет там у меня все формы очень плавные да здесь к округлые ну кроме самого пинкипа но здесь как-то треугольной формы и она в общем-то делает эту картинку плоской достаточно хотя и очень нежно это кружево выигрыш на кружево от уходит мне очень нравится ванчик ну здесь просто не подходит совсем клетка посмотреть как ланчик здорово смотрится но он не подходит по рисунку был бы другого цвета я искала к большому сожалению я ничего не интересного не нашла но валанчик был бы ничего я просто подумала может быть кружева какой-то присобрать но опять же у меня беда с кружевом ну ладно в общем все эксперименты вам показываю ну естественно я прикладываю зеленый шнур он у вас какой-то не совсем темный а он нежный салатный такой я даже сказал ближе вот к этому а у вас он передается за счет того что гладко шелковая фактура и он передается темным ну вот вот как то вот так то смотрится скажем так неплохо но очень строго очень строго все перепробовала все перепоприкладывала осталось только подумать над тем как мне закончить закрыть задник саму ткани мне очень жалко саму ткань мне жалко потому что ну стоимость этой ткани колоссальная поскольку это американский плох лопок для пачварка под сюда можно использовать фетр но это больше чем формат 4 если у меня такой нежно-голубой может белый посмотрю сюда можно использовать оберточную бумагу сюда можно использовать да просто белый лист ватмана да сюда можно использовать бумагу для скрапа у меня кстати ее много сейчас поищу что-то новогоднее короче говоря чтобы закрыть вот этот задник можно использовать все что у вас есть под рукой но хотелось бы конечно чтобы еще это все очень гармонировала в целом с работой ну пошла грамма нашла я у себя в запасах вот такой скрап лист что-то остальные не нашла ну ладно здесь он просто снежинки такие веточки шарики вроде бы зеленые подходит но здесь я нашла здесь с этой стороны вот такой у меня симпатичный листочек когда-то я брала для фото такие вещи потому что скрапом я ну практически не занимаюсь что примечательно я хочу все-таки использовать вот эта часть наружу потому что она такая повеселей повеселей и вроде как если что здесь золото но тем не менее неважно срежется вот этот кусочек ну да бог с ним ничего страшного будет зато вот здесь очень красиво сюда надо будет сделать какую-то петельку сейчас я тоже посмотрю чтобы повесить но я решила использовать вот этот плотный скрап лист я думаю что купить его можно для народа в любых магазинах где продается рукоделие чем это лучше чем ткань потому что ткань нужно как-то обработать край поэтому я ткани отказалась фетр обрабатывать не надо но фетр у меня есть тоже но мне жалко бумага гораздо в этом смысле и проще и выгоднее если учесть ее такую относительную плотность вот как это выглядит все обрезаю нет сначала приклею потом обрежу я заканчиваю окончательный декор приклеиваю и хотела вам рассказать один нюанс у меня многие спрашивают как я справляюсь с вот этим вот кончиком от шнура вы видите да сейчас шнур только надрезан отсечен я беру клей лучший момент кристалл но иногда я использую титан клей он тоже хорошо ложится но просто что с ним немножко не у каждого свои нюансы у каждого клея да в общем и я просто иголочкой вот такой толстой иглой пином до аккуратно смазываю все ребрышки клеем вот так прям беру и каждая ребрышка каждой волосинку смазываю клеем и вот эту поверхность тоже смазываю клеем и она сохраняется вот таком виде вот здесь я так и сделала посмотрите практически незаметно я спрятала шнур ну что пришла пора подвести итог этого видео закончена моя работа с большим трудом удается передать то цвет тут цвету передать который бы мне хотелось но как есть как есть воспринимайте глазом она конечно немного по-другому выглядит вот таким образом оформилась моя картинка здесь вы видите такие вот снежинки новогодний да то есть абсолютно новогодний сюжет на ткани на основе напечатанный совершенно зеленый конечно вам не передается здесь мы супругом определили сделали серебряный такой шнур сделали его вот здесь чуть хуже он лег за счет того что здесь бисер у меня но в целом в целом да мне кажется очень комфортно у этого шнура несколько другая фактура и его очень сложно стыковать но тем не менее есть небольшой стык если вы внимательно присмотритесь вы его увидите но я думаю что не суть важно да это все-таки хендмейд идеально его сделать невозможно смотрите как выглядит задняя часть я сделала веревочку это обычный джутовый шнур пенька до так называемая ткань я завязала на концах узлы чтобы при нагрузке она но не вылезла здесь я очень плотно заклеила опять все тем же река у заклеим вот такая красивая получилась задняя часть мне кажется очень достойно смотрится и и сама можно на стенку вешать очень уютный этот горошек новогодний и в целом вот такая работа увы я не получается конечно сейчас попробую взять в руки может быть лучше будет видно да здесь вы можете видеть объем такой достаточно приятный объем ну вот в целом вот такая красивая работа которая будет висеть на стене вы можете обратить внимание шнурок у меня не выглядывает за край я его сделала вровень с вот этой линии чуть ниже нельзя потому что картина может вот так отвисать о вот видите уже не схватился клей я вам снимаю и уже косяк за мной клей не схватился уже все рановато тянуть так прихватила немножечко прижала пальчиками потому что ну очень свежий только только вот приклеила хочу сказать что конечно можно работать клеем пистолетом кто любит работу с клеем пистолетом я не очень люблю там вот эти волоски очень быстро у нас застывает не очень аккуратная работа получается ну и потом клей пистолет с какой-то момент но зато его очень легко снять и сделать по-другому вот такая лаконична вообще кто смотрит мои видео давно уже должен понять домой вкус у меня всегда все лаконично ничего яркого ничего кричащего я не люблю мне кажется все в тон все должно быть хотя иногда какое-то излишество можно себе позволить я здесь хотела проложить жемчужную ниточку вот такими бусинками но у меня жемчужинки плоские а мне либо тогда надо было каждую жемчужинку проклеивать по всему периметру не готова я была к этой жертве так сказать своего времени собственно картинка то небольшая она у вас такая огромная она маленькая на самом деле не очень большая хотя вот этот вот нижний до часть нижняя часть этой картинки она такая по высоте наверно как формат а4 по ширине ну естественно чуть больше красиво работа как-то как бы я не стала да вот здесь предполагалось что будет еще больше я еще много спрятала хотелось бы еще конечно затянуть но вот не вышло красивая разработка у производителя ларки безусловно недоработки нехватка жемчужинок нехватка бисера это огорчает и самое главное что я сейчас увидела вот эту вот полоску видите потом поняла что это не полоска это такая фотография и это видны ну как бы веточки до коричневого цвета сначала расстроилась думаю где я умудрилась пятно посадить но вот нигде оказывается нигде я его не посадила если получится по фотографирую ставлю вам часто графе по как она будет висеть на стене красивый цвет при искусственном освещении при искусственном освещении мне кажется очень высветлила вот этот цвет очень высветлила он ближе к вот этому может быть вот к этому месту не такой серого года ткани я пробовал подбирала и серые и голубые все как-то выбивалась вот это оказалось вот видите да очень важно чтобы проклеить промазать клеем сейчас этому видела до промазать клеем всю площадь не пропустить ничего это такие нюансы уже на моих ошибках до учимся вот такая получилась работа но мне кажется сюда в общем то больше ничего и не придумаешь пинки да ну пинки был бы очень куцей посмотрите просто на эту работу а вот уже такая импровизированная ручная работа рамка она уже эту работу безусловно украшает вот может быть так лучше цвет вам передается наверно если по другим углом посмотреть другой цвет ткани до голубой более потому что такого конечно камера ее высветляет ну и вот так она висит на стене здесь немножко другой свет видите по-другому играет здесь можно увидеть ее объем такой этой картинки я хочу сказать что конечно на нее можно посмотреть разными глазами на оформление этой работы я имею ввиду кто-то скажет что наверное с зеленым цветом было бы ярче вот сейчас пытаюсь вам настроить может быть интересней кто-то скажет что в холодном голубом мой супруг однозначно сказал что эта работа в этой в этом оформлении ему работа нравится больше она такая зимняя говорит с узорами сказочная в зеленой говорит тканем фотографии показал он говорит она такая прям рождественская рождественская все зависит от того какой декор вы подобрали было здесь больше воланчиков каких-то она бы выглядела более кокетливо да может быть здесь применила бы я белый шнур серебром она бы выглядела более правду такой открытой не в такой прям вот рамки зажатой в общем тут все видимо сводится к тому насколько вам приемлемо то или иное оформление выбирать можно каким угодно я выбрала вот такую форму кто-то бы выбрал овальную кто-то выбрал бы прямоугольную и так далее так далее кто-то вообще бы оформил просто в рамку классическую деревянную рамку это было бы тоже может быть очень интересно в целом я не что работа оформилась именно так она мне подходит под интерьер и под интерьер скажу честно наверное я ее на какое-то время заберу как всегда в свой детский сад на работу у меня там есть гвозди которые надо прикрывать сейчас они прикрыты осенним декором но скоро осень ступит в ней поделиться своими правами с зимой и мы с 1 декабря начинаем оформление нашей группы сейчас к новому году она конечно переедет к нам домой потому что детский сад закрывается закрывается и мы 31 числа уже должны закрыть его убрав весь новогодний декор я хочу сказать что спасибо вам что вы набрались терпения провели все это время со мной я конечно же жду ваши комментарии как всегда неважно это отзыв ваш будет или ваше предложение или может быть что-то вы предложите или прокомментируйте или осудите даже да я бы сказала если все-таки видео вам понравилось ставьте пальчики вверх не стесняйтесь и если вам хочется еще посмотреть что-то на моем канале какой-то мастер-класс оформление какой-то работы вы мне пишите потому что у меня часто в личные сообщения спрашивают а потом я забываю в общем и не снимаю для вас видео да я могу написать а вы мне пишите под видео я сразу буду себе в свой блокнотик записывать я хочу вам пожелать отличных новогодних приготовлений чтобы это было с огоньком настроением чтобы у вас хватало здоровья на то чтобы организовать ваш праздник и тем более отметить его и желаю вам вдохновения на все это на творчество на работу на семью семья тоже требует вдохновения и конечно же я с вами прощаюсь ненадолго обязательно скоро увидимся всем пока и жду вашу оценку не отключайтесь ставлю вам фотографии и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok